всем ребят привет у нас очередной выход на коп но на этот раз мы собрались маленькой компанией вышли в лес копать по старине здесь в свое время находили наконечники кресала в общем старые наконечники причем наконечники были как монголы так и сарматы вот до сарматы скифы скифы до медные наконечники скиф конечно же вот в общем ходим по такому лесочку здесь все перекопано кабанами время вечер мы выехали после работы на два часа так что за что у нас получится за два часа вы конечно увидите надеюсь что-нибудь у нас все-таки отыщется так что приятного просмотра смотрим по старине и так ребят в женке первый сигнал давайте посмотрим что за сигнал надеюсь чем-то интересно кингуди пин мелкой и мелкой до давай прибором пошукай он же показывалась не на ну да в руке крякать железом гвоздик да ладно и он увидел гвоздик ладно тоже находка и так ребят и у меня первая находка которая стоит вам заснять это вот так вот ребята старинный нож нож старинный длинный смотрите лезвие длинная рукоять короткая и плюс рукоять за точно под копье под наконечник острый ребят до сих пор острый вот такая находка это ребят у нас древний наш между прочим древний пойдет нож символ и необходимость нож был и остается одним из самых важных предметов которого сопровождают человека на протяжении всей его истории и наш нож не простой а нож воина боевой клинок примерная датировка 10 13 век но я могу ошибаться также трудно определить владельца этого ножа из какого народа он был так как технологии изготовления форма оружия бралась у других народов были добыты в боях так что наш нож мог быть и монгольским хазарским булгарским и даже славянским рассмотрим ножи с точки зрения их функционального назначения первый тип это хозяйственный кухонный нож характерные признаки этих ножей осью каяти параллельно прямой обуху клинка второй тип это хозяйственный столовый нож отличается от первого что были более крупными и длинными такие ножи также могли использовать и в охоте третий тип это рабочий столярный нож лезвие изогнуто вниз четвертый тип это рабочий сапожный нож они имели массивные широкий и короткий клинок с плавно загнутым концом и наконец подобрались к нашему ножу пятый тип боевые ножи то что ни с чем не спутаешь в этих ножей длинный клинок с массивным обувь рукоять как правило тоже массивная с длинным черенком конец клинка боевого ножа на 20 40 миллиметров имеет обоюдную заточку что облегчает нанесение им колющего удара вот такая у нас интересная находка да кстати далее мы найдем еще пару ножей и вы уже можете определить какие типы ножей мы отыскали пишем свои варианты ответов в комментарии а сейчас возвращаемся искать историю и так ребят немножко я что-то заблудился по идее где-то там должны быть машины у меня ребят очередной нож причем нож тоже кованый заточен очень странно смотрите обычно здесь должно быть за . да а здесь наоборот заточен другую с другой стороны это нож еще одна древненькая ладно ходим бродим наконечников пока не находим задача наконечник итак ребят ночью витальку прет то что я хочу найти он отыскал правда он согнул его видите да свежесть и загиб ну как по такой вот не трахнут лопатой вот это чистые ребята монгол золотая орда классный классный экземпляр в очень шикарном сохране вы говорите откуда такой сохран юркин код ну вот и земли ребят вот из такой земельки такой сохран а то мне часто пишут когда я пишу копаю по стране ой подложили ёшкин кот сохран такой не может быть ребят вот видите как будто только что выпущены из из лука ладно идем дальше итак ребят ну и женя тоже отличился и причем отличился очень здорово он отыскал вот такую кресало ребята маленький экземпляр вообще кресало вообще зачетный еще класс ребят уже темнеет извините за качество но это классный экземпляр вот я как бы такие не встречал и не видел интернете зачетная вещь или не кресало ребят хрен знает но вещь интересная старая пойдет ребят вот в этом эпицентре прям скопище находок там наконечник здесь вот еще старые ребята старый и это женька откопал это нож это нож ребята видите за . как а у меня до этого за . было совсем другая прям зачет находка пацанам пока придет больше чем я ладно но у меня нож здоровый здоровый прям прям на кабана ребят уже темно и уже немножко цикотно вот в этих кустах какие-то глаза хочу за глаза ингука рядом а еще один ребят там прямом эфире блин глаза ушли куда здесь вот кустах были ладно там говорят еще один нашли хотим на дороге что я прям я хочу проверить свой прибор может он не видит вообще непроходимый нет я до где ешки твоя наверх этот резин ребят этот свой средний смотри какой лоб ешкинку и снова монгол вот витальку блин ведет вот такие находки здоровый лопасть средний он его тоже лопатой садил вот план хоть хвостовик не сломал вообще за счет как надо смотреть как он сигналит у меня нет я бы увидел я не знаю почему я не вижу за счет на тигу хвост на через как вот вот ищи давай фу его не вот так вот задел маленько да тут так ничего не поломал выжить да блин ладно хочу корреки неудобных и дает понятно ладно в 13 веке у всех восточных народов лук и стрелы были важнейшим дальнобойным оружием лук и стрелы использовались конными кочевниками сибири и восточной европы наш наконечник монгольский это мы определили по его форме имеется большое количество разновидностных наконечников в основном преобладает так называемые срезни разной формы и размера они применялись не для пробития брони а предназначались для нанесения глубоких ранений приводящих серьезным кровопотерям у воина или его лошади встречаются и долотовидные наконечники они идеально подходили для раскалывания результативного пробития деревянных щитов и пробивания шлемов воина бродимбойные наконечники говорят сами за себя для пробития кольчуги пластичных доспехов в итоге этот тип наконечников вытеснил практически полностью наконечники с резни надеюсь информация была полезна на мы продолжаем и возвращаемся на кок итак ребят настя можно меня поздравить я тоже натаскал и я тоже его помял ешкин кот ну как же так поломая буду выпрямлять поломаю зачет зачет класс задачу выполнил на кингах вот он ребят уже не очередная находка ох и ты бы получше перед тем какой он подел у него я там печальный а этот обломанный такой вот грон здесь хуже ответ вообще печальный ребят вот это серый демонт у нас ладно будем наверное двигать итак ребят приехали мы с темного леса там уже страшно стало глаза кругом шорохи в общем приехали и решили за кружечкой кофе посмотреть находки вот сейчас вот в такой обстановке здесь у нас виталек себе делает ремонт так что не обессудьте задний фон не рентабельно но все равно сейчас находочки все находки именно с этого леса ребят очень интересный лес древнятина прям пышет находок у нас сегодня из наконечников раз два три четыре пять пять наконечников я считаю что это удачный выход ну и которые находки сделал до нас виталек в этом лесу я тоже сейчас покажу так что смотрим что мы откопали итак ребят по находкам давайте отчитаемся сначала женькиных это советский ножик вот это вообще зачетный я знаю люди коллекционируют такие ножички горький вообще класс даже почиститься будет классно потому что он железо там еще белое вот по старине что у него тут вот такая вот пряжечка железо так вот этот тоже древняя ну куда какая-то вот это мы думали кресала но к сожалению ребята не кресала это чего-то непонятно так это у нас обломки древних чего-то на в этом лесу все остальные металлические предметы являются стариной вот такой вот нож ребят это наверное булгары или хазары потому что я такие ножи подобные встречал вот даже откапывали мы с пацанами вот такой наконечник окаменелый не знаю что из него получится вот это получше нормально так у виталька вообще самые зачетные смотрите-ка их даже с гранями сохран просто огонь и второй наконечник это срезень широкий вообще зачетный ну и советик 39 он зацепил кстати женину вот такую кость ребята не показал женик его выкопал из-за того что она сигналила внутри ребят вот женик его расколол лопату и там свинец ребят залитый свинец то есть это игровая костяшка игровая подобные таки откапывал дальше ребят по моим находкам у меня немножко немножко побольше но настолько серьезненько пацанов у меня что интересно вот такой здоровый нож ребята вообще здоровый нож и тебя прям чуть ли не сабля немножечко меньше интересно просто что смотрите обычно здесь должно быть до заточка а тут наоборот может какой-то специфический нож интересно наконечник вот он мой наконечник я хотел откопать сегодня и на посошок затем вот такие вот вещи я не знаю чего это но это старина даже была вот такая вот поход дробина ну и всякие запчасти от чего-то вот это интересно я предположил что это рукоять может быть от ножа или от кинжала здесь это обломано здесь плоские и такой щенка буду вот видите да здесь древко было насквозь как на же делали вот видите отверстие и здесь тоже что-то подобное но это как вариант ну с этого леса достаточно много находок именно по древности вот такая вот зачетная кресала это раз кресала было то откопано тоже вот такое кресала маленькая вообще зачетная наконечники ну ладно вот такие вот и вот такой бронебойный ребята бронебойный вообще зачетный такой знаете класс так еще было два он их и уже ребята почистил и законсервировал такие вот если как консервировать железо спрашиваете комментарии вот именно по моему методу он законсервировал вот такая то ли фибула то ли что может пряжка интересная большая но это набойка от сапог вот это интересно ребят не часто встретишь это от самострела наконечник от самострела или грубо говоря от арабалета вот так вот и ребят вот такой зачетный лесок вот с такими находками просто радует оторвался я по старине хотел покопать и покопал ну ладно всем пока до новых встреч